И сколько лет? Ты просто выглядишь, как будто тебе лет 17. Я открыто всем об этом говорю. У меня был нелегальный продакшен. Это бизнес через жопу? Это когда ты снимаешь в Европе показ Гуччи и Дольче Габана. Это по деньгам сколько? Миллионов 10 это может стоить. Ты крутой, давай я тебя сделаю круче. О, круто. Ребят, знакомимся с Григорием Дудниченко. Григорий у нас, как это, камера, мэн, постановщик. Ну, по образованию я кино, телеоператор, оператор, постановщик. В своей школе ты учишь? У меня школа камера мастерс. Я обучаю фото и видеосъемки и жизни на фрилансе. То есть сидит парень, смотрит, такой тебя, нас. Я такой думаю, так, чем бы заняться, открыть онлайн-школу или там что-то еще? И такой говорит, бля, онлайн-школу сложно, а вот я куплю камеру, даже могу в аренду взять. И типа час камера оператора стоит там 2-3-5 тысяч рублей. Больше. И ты говоришь, соответственно, я тебя этому научу, передам весь свой опыт, и тебе не нужно будет тратить много времени. Ну, скорее, я сейчас учу больше тех, кто уже снимает, кто набрал заказов, договорился о съемках, но потом сел и понял, что он не знает, как организовать себя, он не знает, как общаться с заказчиком. Он понимает, что здесь он провалил сроки. Фрилансеры чаще болеют, чем наемные сотрудники, потому что стресс, они работают ночью, они работают выходные. Они могут делать выходные, когда угодно, но они этого не делают, потому что вот здесь вот это вот это вот это вот. Потом следующий заказчик, потом там. Да, 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 да. Еще там же кассовый разрыв, и ты набираешь заказов. Ну, у меня у самого вначале так было. Понимаешь, что если ты отдашь вот это, вот это, вот это, вот это, у тебя там будет полмиллиона. И такой, о, круто. И ты начинаешь тратить, как будто у тебя эти полмиллиона есть. Но по факту один задерживает, один не отдает. Ну, я смотрю, ты потратила, тебе нужно. И в итоге, чем дольше ты делаешь заказ, тем меньше ты получаешь в месяц. И каждый фрилансер в какой-то момент садится в эту яму и понимает, что фрилансер не так просто. И я как раз у себя на курсе рассказываю. Прикольно. Расскажи вообще, как ты пришел к своей профессии. До восьмого класса, пока у меня в школе не началась химия, я хотел быть стоматологом. Я играл на скрипке, у меня была хорошая мелкая моторика рук. После того, как началась химия, я понял, что стать стоматологом мне не светит. В школе учился плохо. Но при этом у меня было много увлечений, и я очень любил фотографировать. И после института я поступил на отлично в гуманитарный институт телевидения и радиовещания, на кинооператорский факультет с мыслью стать фотографом. Там я встретил свою жену, стал снимать видео. Ты сколько лет? Ты просто выглядишь, как будто тебе лет 17. Мне 28, у меня жена, мы в браке уже 6 лет, и у меня сыну 2,5 года. Соответственно, я пошел в институт, отучился там 5 лет на оператора-постановщика, после этого работал в кино, на телевидении, где-то был фриланс. Вот интересный вопрос, который меня все же беспокоит. Вот я, например, на бухгалтера учился, и когда я начал работать, я понял, что я зря учился. У тебя было такое ощущение, что ты 5 лет поучился и немножко зря? Мой институт, очень классный институт. И то образование, которое мне дали, оно мне помогало, помогает и продолжает помогать. Понятное дело, что в первую неделю, когда ты приходишь и начинаешь работать, ты узнаешь в разы больше, потому что начинаешь наконец делать руками. Но у нас была студия, мы сами снимали передачи в институте. То есть была практика? Какая первая работа была, что делал? Ну, первая работа у меня вообще была еще в школе, когда я работал на заводе, чтобы заработать на объектив новый. А первая работа после института я пошел на студию оператором-постановщиком, хромакийный павильон, но там не было вообще никаких окон. Я понял, что я нахожусь просто целый день в законном пространстве, зима, приезжаешь, темно, уезжаешь, темно, окон нет. И я так протянул там, наверное, месяцев 9. Это еще много. И понял, что постоянная работа, невозможность влиять на процесс, вертикальная иерархия, это все не мое. И я уже ушел во фриланс. И в 2015 году я открыл свое ПМ. В 2015 стал предпринимателем? Ну, официально, да. До этого у меня был нелегальный продакшен. У меня была команда фрилансеров. Потом, через несколько месяцев, я тогда вернулся из Нью-Йорка, мне предложили партнерство в студии видеографики. А в Нью-Йорке что делал? В Нью-Йорке я путешествовал, и это такая большая была мечта, которая сбылась, и она такой отсечкой является, разделила жизнь на до и после. И партнерство на чем занимался? Партнер, у него была студия 3D-графики, а я туда пришел со своей командой на видео. У нас был офис на Белорусской, я своих сотрудников перевел в офис, посадил на зарплату. Мы вливали деньги в Яндекс.Директ. Я думал, что продавать будет он, он думал, что продавать буду я. Думал, что у него попрут заказы, потому что – это моя база. Я думал, что попрет, потому что будет его база. И тогда первый опыт партнерства для меня очень много дал и показал, что нужно на берегу договариваться с партнером о выходе, нужно проговаривать, что ты ждешь от партнера, нужно понимать, что он ждет от тебя, задавать этот вопрос. да в любом бизнесе в том числе в онлайн школах самое болезненное это вот взаимоотношения с людьми потому что когда есть розовые очки и ожидания то ты идешь туда такой типа ладно потом разберемся к начинаешь разбираться оказывается блин лучше бы сначала разобрался топ-1 причина провала любого бизнесмена начинания предпринимательства это и людей вот естественно отношения с людьми это часто в эго сталкиваешься и ваше партнерство было не длительным наш партнерство продлилась наверно месяца четыре или пять я понял что вливать деньги просто так яндекс директ ничего не дает сидеть обрабатывать заявки это не то но чем не интересно заниматься мне интересно снимать мне интересно бегать мне интересно бегать марафоны куда-то постоянно ломиться чем-то делать ну то есть сидеть в офисе это прям совсем не мои соответственно вы расстались и дальше куда ты пошел оставил на фрилансе всех своих сотрудников есть работа мы работаем задача стоит мы делаем и они были очень замотивированы то что им нравился этот творческий процесс эта команда те проекты на которые я соглашался и таким образом я вывернули снова на фриланс я вернул команду удаленно на фриланс но стала работать как и п и таким образом делали уже большие проекты один из самых крупных у нас был воска fashion week в гуме неделя 8 показов каждый показ 6 камер соответственно команда операторов все производство интервью бэкстейдж сколько такой проект стоит примерно где-то полтора миллиона нормально я думал миллионов действующим нет миллионов 10 это может стоить это когда ты снимаешь в европе показ гуччи дольче габбана ты сейчас тоже приехал с каких-то съемок но делали проект для посольства индии окей в общем у тебя такой большой достаточно опыт и ты когда решил его там как вообще идея пришла онлайн школы в 2014 году я прошел курс по финансовой грамотности и за три недели я получил такие результаты что через месяц я вырос вдвое в доходах после этого я понял что онлайн обучение работает и я стал думать о том что я хочу сделать свою школу свой курс и я стал разрабатывать я много снимал разных коучей и летом это в июне я посадил своего друга разбираться с гид курс в июне 2017 прошло бы вот он стал разбираться с гид курсом чтобы запилить мне школу а в августе я увидел сообщение в акселераторе увидел этот pdf понял что по блокам это как раз то что я уже знаю и это так и есть посмотрел вебинар купил и мне кстати очень зашло что вы назывались акселератором потому что когда я работал с бмм я никогда не учился в бмм я просто я учился у них такая фишка что у них много кейсов много кейсов много кейсов но они не вкладывались в них и у них не было заинтересованности в том чтобы их развивать чтобы они росли ну да это мы мы обсуждали там долго сергеем как называться у сергея же до акселератора был инкубатор на инкубатор это как бы не особо а вот акселератор он такой ускоритель поэтому решили на при этом не надо переоценивать значимость нейминга потому что у нас был до этого там евгений который там это сильно глубоко погружается там там в логотип его все в самом начале важно стартовать и получить первые результаты потом можно переименовываться менять потому что когда ты маленький ты очень юркий ты можешь никто не заметит что-то видно поменял в августе я пошел учиться и у меня было несколько школ несколько идей несколько экспертов меня была разработка на школу осознанного родительства потому что я присутствовал на родах сына я был в теме много понимал относительно родительства мне эта тема была интересна у меня была идея моей школы я и тогда называл школы фриланса она как раз выросла в камер мастерс я понимал что мне там предстоит быть или экспертом и продюсером и с нуля запускать и то и другое сложно и поэтому я решил что нужно сначала найти эксперта запустить эксперта а потом пойти запускать самого себя и у меня была эксперт которая была 20 лет в теме диетологии психологического похудения у нее уже все было у нее были тренинги в оффлайне у нее были отзывы учеников аудитория небольшая была аудитория у нее не было на первый вебинар без вложений я собрал ей 300 человек я запартнерился с блогером который стал частью курса через блогеры привели половину аудитории туда тогда мы сделали весь запуск за две недели то есть мы за две недели я сейчас такой скоростью не могу делать запуске вот меня вообще не получается то есть это был какой-то прям супер драйв это как раз мы под битву это все готовили школа не называлась его академия energy woman академии и я понимаю что продавать мы эксперт не сможет а я на вебинаре не пришли кобыли хвост я когда марафона бегал у меня был вес 52 сейчас там 54 56 и выше никогда меня никогда не было проблем с лишним весом я никогда не был женщиной энергичной женщиной я понимаю что это сюда попал я не туда попал я не могу ну мне нет морального права выйти на вебинаре и начать им что-то говорить потому что я не диетолог я не эксперт и это даже не моя проблема я понял что это не моя ниша если ты понимаешь что это не твое нужно очень быстро принимать решение что не надо вот как раз таки если бы не было войны ты бы может быть там долго себя мог обманывать так ты пришел блин накосячили там где-то но зато ты быстро понимаешь что не твое я понял что это не мое я понял что денег я туда уже вложил времени потратил дофига мне конечно обидно и я стал ну в клане спрашивать что делать у нас был как раз клан огонь с гузель абдуловой и гузель говорит ну слушай ты же оператор постановщик ты знаешь как записывать тренинги ты записывал курсы ты эксперт да но я говорю никогда ничего не преподавал ну попробуй давай на акселератор проведи вебинар о том что как там работать с видео я сел я за ночь не спал я за ночь сделал презентацию и три часа рассказывал ребятам и там был 21 человек 21 человек практически до конца меня слушали все были очень благодарны и тогда мне не было никаких не пакетов не курсов не продуктов якорь кузель ну а чё я буду продавать горит ну продавай личный коучинг и я запилил там ребята у меня есть личный коучинг я приеду вам сниму ваш курс и покажу как это делать за 100 тысяч рублей на этом вебинаре у меня была первая продажа и после этого я понял что это работает это надо делать и после этого я сделал трехдневник и на нем я продал в декабре курс по youtube быстрый старт на youtube как начать снимать видео для youtube для своего для блога да и в феврале я запустил курс по фрилансу группу и но при этом январе январь и февраль и март мы как раз делали наши выездные мероприятия путешествие в вену в черногорию в мюнхен планировали нью-йорк подписали договор с чип-трипом все собрали все упаковали запилили лендинги покажет и закрыли посольство сначала дело скрипалей они потом выборы потом высылка дипломатов все стали бояться что им не дадут визу потом резко вскочил курс евро все решили что им дорого потом чип-трип делает пост во вторник утром после кемеровского воскресенья все только только в понедельник узнали о том что случилось и во вторник во всей стране был травм и это было самое неподходящее время для того чтобы вообще что-либо постить вам либо что-либо предлагать и в итоге у нас мы все это делали 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 у нас это не зашло не взлетело и мы поняли что окей отложим это на будущее будем двигаться дальше 2017 год мы занимались магазином атмосфера в котором мы продавали пала санта камни провести что такое полосом полосанта это священное дерево индейцы в котором они окуривали помещение и который мы поставляли с эквадора и мы в какой-то момент поняли что у нас слишком много стартапов у нас магазин годовалый ребенок у нас обучение в акселераторе у меня там съемки и этого все слишком много в декабре у меня случилось выгорание я понял что в таком состоянии больше не нужен буду не работе и не семье и мы приняли решение продать долю в магазине большую часть продав бизнес деньги вернули и заработали на этом или как в целом вернули и немного заработали еще одна маленькая ремарка когда я шел на акселератор у меня там на вступлении было написано что я хочу сделать через год и я написал что я хочу получать 300 тысяч в месяц ежемесячно и я хочу запустить переезд другую страну и вот в мае не прошел еще год мы поехали в словении открыли там компанию камера мастерс до наша онлайн-школа это международный проект со штаба квартиры в европе в общем ты туда приезжаешь да скажи по камеры мастерс в результате что вы получили вот с каким курсом стартовали я считаю что если идея хорошая то ее можно стартовать без вложений мы не привлекали инвестиции в оффлайн бизнес мы не привлекали инвестиции в онлайн бизнес если ты делаешь хороший продукт и твои покупатели голосуют за него рублем да это правда значит ты можешь расти дальше и кстати вы учите в акселераторе вы че же ребят быть уже это бизнес через жопу но или бизнес наоборот или лин или кастом кастомер development когда ты не привлекая инвестиции не делая продукты сначала продаешь смотришь покупают ли люди и потом если ты видишь что они покупают что мы это нужно ты начинаешь уже туда и вкладываться инвестировать записывать урок сначала ты можешь привести просто несколько тарелочек там в большой сумке и посмотреть покупают ли вот это называется бы че же да еще кстати это труфми презентажка садитесь и ведете или это бы вырежет акселератор потому что за это нужно заплатить все у меня был свет у меня была студия у меня были камеры мне было кому монтировать я стал стал начитывать стал говорить у меня была аудитория видеографов ютуберов и инфобизнесменов у меня получилось в одном курсе пришли все и дальше я понял что из этого ну что нужно сужать аудиторию что аудитория вот здесь да да она лучше покупать не нужно бояться идти в узкую нишу в узкую аудиторию потому что там только если под нее упаковывать что она более лояльно она готова платить больше еще одна важная фишка которую я понял в процессе что ученики аудитория приходит на ценности они сопоставляются с экспертом по своим ценностям и поэтому то что важно продать эксперту в течение вебинара это заявить свои ценности что для него важно и не бояться быть честным то есть если для тебя важная семья для тебя важны дети для тебя стоит на первом месте ты говоришь ребята вот моя семья вот мои дети я знаю что вы хотите чтобы я на первом месте был там офигенным специалистом для меня семья важнее поэтому этому быть поэтому вот здесь у меня семья вот здесь уже бизнес и тогда люда отваливаются те кто говорят блин ты должен быть специалистом зачем нам показывать там своих детей там нам это не интересно мы тут пришли там деньги зарабатывать но эти люди когда они если они покупают то потом с ними сложнее работать они влияют на всей группы ну говняться что они не то купили не другие ожидания после того как мы вернулись из словении эксперт мой по финансовой грамотности предложил мне его вести при этом у него курс был уже пять лет при этом у него он уже был полностью упакован ключевым было не то что я сказал чувак пойдем я тебя продвину прокачаю никогда не приходите к эксперту и не говорите что вы будете его сейчас продюсировать что он сейчас поднимется заработает денег и вы заживете это неправильный подход когда вы приходите к эксперту вас есть идея школы у вас есть ценности вам интересна тема и из-за того что у вас есть интерес и желание доносить для людей пользу вы выбираете из экспертов и вы ищите кого вам найти и с кем вам работать и тогда у вас по-другому выстраивается диалог у эксперт не одевает на себя корону он понимает что эта работа что это партнерство у него нет розовых очков да это это правильный подход потому что если ты приходишь говоришь ты крутой давай я тебя сделаю круче то включается финансовая мотивация а когда ты приходишь говоришь мне интересно индустрию развивать я строю огромную школу у меня будет много экспертов ты будешь одним из них может быть лидирующим посмотрим то есть вы на него смотрите думаете он крутой у него огромная аудитория он наступает с огромными лекциями на самом деле он себя чувствует с большой вероятностью человеком который повторяет но это же еще он торгует своим временем и понимаешь что он заложник этого он понимаешь что если он простудится или что-то случится то все он останется без без денег и ты когда приходишь к нему ты можешь приносить ему возможность получать пенсию даже если он не выступать на сцене потому что онлайн школа она позволяет там создать кураторов и пас последователей ты можешь уже даже потом выйти с экспертности и оставить за собой просто плеяду тех кто будет по твоим к по твоей карте учить это онлайн школа дает соответственно если эксперту продвигают продавать то что он сможет освободить роль повторения будет выполнять видео уроки а он будет отвечать на вопросы а потом со временем даже не он будет отвечать на вопросы а кураторы а он будет вести только премиальных клиентов и и со временем даже может их не вести да я пришел к нему посмотрел вообще что происходит у него была база уже 15 тысяч подписчиков я решил не делать таргет не делать рекламу я решил докрутить конверсии того что есть я когда высчитывал вообще всю финансовую составляющую я понял что нужно работать над повышением среднего человека кажется что сложнее по за больший чек продать но по факту каждая продажа для человека ну он в любом случае достается с вами своими деньгами она для него некомфортно и поэтому вопрос не в том чтобы увеличить количество учеников а вопрос том чтобы увеличить ценность увеличить результате вот ты вошел вы сделали пока один запуск с ним мы сделали только один запуск и это было 170 человек то есть было у него до этого увеличиваем максимально 95 со мной у него стало 170 это по деньгам сколько много у меня есть фишка что я не считаю это в деньгах потому что я считаю количество людей которым это помогло и я понимаю что для того чтобы показать результат достаточно показать ну было стало потому что ну там пакеты 10 11 там 15 19 и там до 40 тысяч рублей то есть такой ценник в общем вы миллиона 3 сделали но около того у меня мама занимается куклами славянскими куклами делает у них выездные мастер-классы на валдай ко мне приходит мама говорит слушай мне нужно чтобы вот учительницы которые к нам поедут у нас же все есть мне нужно чтобы они не тянули с оплатой что мне делать я говорю ну а как у тебя вообще выглядит предложение горит вот она мне показывает word в котором я смотрю он структурированный как лендинг-пэйдж вы поедете вы получите будем жить там то вот здесь промыть столько-то мастер-класса столько-то часов а она говорит а как сделать так чтобы это ну быстро купили я говорю ну сколько он у тебя стоит ну вот 17000 рублей с проживанием питанием на валдае значит там вот сделает цену 50-35 я говорю ну сделай 25 и при оплате там вот в течение там ближайших двух недель ты 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 вот и она мне звонит говорит слушай меня запустили мне уже там пять человек купили все звонят говорят а почему такая большая разница они подорожают ли и это как раз тот момент когда я пытался продать европейские свои путешествия они не шли а мама на валдай пожалуйста там вот 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 и и я понимаю что но создать лендинг прикрутить платежную систему и начать продавать свой продукт упаковывать это не альфа центавра но даже вот в таком виде это очень сильно помогает и я пошел уже по большей части в аксель чтобы будучи оператором постановщиком лучше понимать как на этапе креативов можно сэкономить бюджетном посеве и я сейчас это дну знаю понимаю применяю как что с проектом камера мастер в целом камера мастерс я сейчас плотно не занимаюсь но посвящая все время эксперту мы сейчас запускаем новый курс по тайм-менеджменту личной эффективности ну это и апсел те кто было это и база это ну вот тут и правильно стратегия выбрал что можно не столько фокусироваться на внешнем легене как брать базу и и обцелить потому что себестоимость нулевая она уже лояльная и оттуда нужно выжимать деньги при этом естественно и работать над тем чтобы она преросла ребят если вас воодушевил кейс григория идите по ссылочке внизу смотрите наш мастер-класс о том как создать онлайн-школу как продвигать себя как упаковывать свои знания либо знания эксперта и зарабатывать на этом либо как вот мы говорили с гриши о том что если у вас не финансовая мотивация вы хотите распространять знания все больше и больше людей и вовлекать в свои свою движуху свое сообщество то вот эти знания о том как упаковывать и продвигать себя ничего вам нужны и важны это базовое знание основы маркетинга которые переложены на онлайн школы даже ссылочку на свою эксперты по финансовой грамотности я думаю что если вы хотите узнать как переехать в словению и начать вести бизнес за границей то вы можете найти на фейсбуке мою страницу камера мастерс и написать в сообщении слово словения и я пришлю вам pdf инструкцию о том как это осуществить все пока пока спасибо и